Эй, с вами Чизбургер и сегодня я покажу как легко скрафтить подручными инструментами из дерева ножнец из нашумевшей игры Valorant. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые крутые крафты. Скоро кстати будет сет оружия Гензи из овервотч. Ну а я желаю тебе приятного просмотра. Залетаем в описание и скачиваем по ссылке чертежи данного ножа. У меня они в виде прототипа, у вас уже будут закончены, не переживайте. Первым делом вырезаем все элементы с небольшим отступом от контур. Нож довольно большой и не помещается без разреза на листа 4, поэтому после вырезания вам нужно будет его соединить. Далее выбираем подходящий материал, из которого будем крафтить. Им идеально послужит МДФ толщиной примерно пол сантиметра. Воспользуемся клеем ПВА для нанесения чертежа на материал. Старайтесь скомпоновать все детали плотно друг к другу, чтобы сэкономить этот материал. Лишнюю часть материала убираем в сторону. Теперь приступаем к выпиливанию. Для этого воспользуемся нашим легендарным ручным лобзиком. Кстати, пилка у меня была только одна, да и то она уже много поделок повидала, а за запасной пришлось бы ехать в город. Поэтому пилил я с особой осторожностью. Процесс пиления не займет много времени, если в качестве материала вы будете использовать, как я, МДФ. Он по сравнению с фанерой, пилицей обрабатывается проще, но сам по себе более хрупкий, чем фанера. Как вы уже заметили, основу ножа я буду делать из двух слоев. Далее вы поймете, почему стоит делать так же. Итак, чтобы у нашего ножа получился ровный и ярко выраженный долл, необходимо распилить каждую половину ножа на две части. Эти части отличаются друг от друга как раз для того, чтобы в дальнейшем их можно было соединить воедино. Воспользуемся рашпилем, чтобы легко снять основную массу материала, сделав тем самым характерный для доллов скос. Придаем поверхности гладкость напильником или надфилем. На краях стараемся делать плавный переход. Если что, в дальнейшем исправить ситуацию поможет шпатлевка. Соединив каждую из половинок, должен получиться тот самый долл. Теперь все части можно склеить, но делать это нужно на чистом рабочем месте, думаю вы это понимаете. Склеиваем каждую из четырех деталей последовательно, как показано на видео. Вот такой должен получиться долл. Согласитесь, выглядит круто. Теперь можно приступать к заточке лезвия. С одной стороны я это уже сделал, потренировался так сказать. Теперь на видос заточим оставшуюся часть. Опять же, основную часть стачиваем рашпилем, а затем сглаживаем наждачкой или напильником. Сделать заточку более ярко выраженной в центральной части лезвия можно кончиком надфиля, как показано на видео. Должен получиться вот такой результат. На минуточку прервемся. Ребят, меня частенько спрашивают в личке в ВК. Как создать канал? Тоже хочу снимать видео с поделками, но не знаю с чего начать. Я всегда отвечаю, надо снимать уникальный и качественный контент. Стараться снимать то, такие поделки, например, которых еще на ютубе не делали. Соответственно, чтобы было их интереснее смотреть. И вот сейчас как раз моя партнерская компания Air сделала новый проект под названием Rocket, который будет финансировать перспективных блогеров по их усмотрению от 100 долларов в месяц. И вот сейчас, ребята, как раз кто хотел, можете попробовать себя в роли блогера. Для этого вам нужно перейти по ссылочке в описании и нажать кнопочку присоединиться. В случае, если ребята из Air вашу заявку одобрят, вы будете получать денежку, которую в дальнейшем можете потратить на свое усмотрение. Например, купить новые инструменты, краски, чтобы улучшать свои поделки, ну и соответственно контент. Напомню, ссылочка в описании. Ну а мы крафтим дальше. Теперь добавим гравировочки. Для этого воспользуемся гравером со специальной насадкой. Если у вас его нет, попробуйте сделать гравировку кончиком над филе или стамеской, но делайте это очень аккуратно. Если что, ссылочка на мой гравер также находится в описании. Вот что-то такое должно получиться. Перед приклеиванием оставшихся деталей скруглим рукоятку и заднюю часть ножа. Делаем по той же технологии, прошпиль на пьюник. Вот так. Особо сильно сглаживать не обязательно, так как рукоятку мы будем в конце обматывать. Теперь нужно обработать накладки ножа или же гарды. Тут также нужно сделать гравировку и скругление по краям в некоторых местах перед склеиванием. Вот такие штучки должны получиться. Далее приклеиваем их на свои места. И после высыхания клея необходимо загладить кромки ножа по всему периметру, чтобы все слои слились в один, так сказать. Не забываем сделать 4 пирамидки в этих ранее сделанных местах. Для этого возьмем материал подходящей толщины и вырежем плоску с квадратным сечением. Гравером или надфилем придадим форму пирамиды. Отрежем лобзиком ее от основания и приклеиваем на свое законное место. На этом основную работу можно считать законченной. Теперь перейдем к исправлению косяков шпатлевкой. Нужно вот такое ведерко латексной шпатлевки на основе ПВА. СА-230 рубачков. В первую очередь ее необходимо нанести на места пропилов. А также в конце дола, чтобы сделать переход более плавным. Об этом я говорил ранее. Можно и в идеале замазать весь нож, включая кромки, чтобы вообще не были видны слои. По мере ее высыхания, а это не менее 4 часов, удаляем лишнее напильником или наждачкой. И доводим поверхность до максимально гладкого состояния малозернистой наждачной бумагой. После этого обязательно перед покраской подготавливаем поверхность грунтовкой. Вот такой беляшек или черняшек, смотря какого цвета у вас грунтовка, должен получиться. Спустя пару часов, а у меня на следующий день, наступает время покраски. Так как на улице было слишком ветрено, я переместился в подвал дома. Основным цветом жнеца будет черный матовый. Закрывать что-либо малярным скотчем сейчас попросту не обязательно. Наносил я краску в 3 тонких слоя с промежочной сушкой в 15 минут. Используйте при покраске именно матовый. Глянцевый будет не в тему, я это уже проходил. Далее нужно покрасить гарды в пурпурный цвет. Для этого уже нужно будет осторожно после полного высыхания черной краски закрыть ее малярным скотчем. Вот такой чехольчик должен получиться. Красим также в 3 тонких слоя с промежочной сушкой 10-15 минут. После высыхания можно снимать чехол из скотча. Совет, чтобы не допустить таких же сколов краски, как у меня, дайте лучше подсохнуть ей как минимум сутки. Не совершайте моих ошибок. После этого нужно обмотать рукоятку чем-нибудь черным. Ничего более подходящего чем черной изоленты я у себя не нашел. В оригинале плетение косичкой, но изоленты ее фиг сделаешь. Будут складки на гранях. Поэтому обмотаю просто так. Тоже нормас. Должно получиться примерно вот так. Теперь нам нужно придать ножу реалистичности, сделав его металлическим, слегка поношенным. В этом нам поможет техника сухая кисть. Для этого берем кисточку с искусственным борсом и серебряный маркер. Забираем с маркера немного краски на кисточку. Основную краску где-нибудь вытираем, чтобы кисть стала буквально практически сухая. И вот такими характерными движениями у нас образуются царапки. Взгляните на результат. Вот до сухой кисти, а вот после. Космос просто ешка. Также нам нужно состарить порпурные гарды. А то они очень выделяются и смотрятся совсем неестественно. Для этого той же матовой краской пшикаем куда-нибудь. Макаем в эту лужицу кончик губки. И быстрыми мазками наносим в нужные места. Растирайте сразу равномерно, пока краска не засохнет. Ну и собственно все. Вот такой потрясающий нож шнец из Балерант у меня получился. Не забывайте переходить по ссылочке в описании и присоединяться к проекту Рокет, если вы хотите тоже начать снимать свои крутые видосики. Ну а с вами был Чизбургер. Увидимся в новых видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok